На паркете спорткомплекса «Дружба» сегодня собрались самые быстрые, ловкие метки. Ведь без этих качеств в баскетбольном матче долго не продержишься. Хоть сегодняшние спортсмены и любители, многие из них, не одно десятилетие играют в баскетбол и даже учат этому подрастающее поколение. Участие в турнире, посвященному Дню Защитника Отечества, приняли шесть команд. Играют все те, кто играли в баскетбол, даже ветераны пришли. Вот, играет школы, 28-я школа, она так и называется, 28-я. Вот богатырь команды, это в основном пятая, школа на базе пятой школы. Команда «Ветерок», я даже не представляю, там ребята тоже играют, сборные мытищинских ребят. Играет одна организация, это ЭБМ «Папс», которая производит, здесь работают мытищих, играет сотрудники «Колаква-Парк». Первые встречи выявили лидеров. Самую лучшую игру демонстрируют спортсмены команд «Богатыри» и «Олимпик». Но не надо забывать, все может измениться в последний момент. Я думаю, что самая интересная игра будет между ними. Это игра в финале, потому что они могут в два раза встретиться, но финальная игра может опять свести их в так устроенный турнир, на одну встречу. Поэтому жду. Я сам, честно говоря, волнуюсь больше, чем они, наверное. Представителям «Олимпика» подготовкой игроков заниматься не пришлось. В центре и на постоянной основе существует команда ветеранов. По секрету, может быть, потому что наша команда состоит из бывших профессиональных игроков. У нас тут есть мастера спорта по баскетболу. И, ну, я не знаю, мяч, он всегда круглый, мы не знаем. Каждая команда способна на какое-то чудо. Так что мы будем стараться оправдать доверие наше, чтобы «Олимпик» всегда был первым. Мы будем стараться. А там как пойдет. Кроме мощной команды, руководство Центра физической культуры и спорта «Олимпик» подготовили призы победителя. Также приятные бонусы лучшие спортсмены получат от аквапарка «Кваквапарк», команда которого также показывает прекрасную игру. В общем итоге узнаем совсем скоро. О награждении победителей состоится 6 марта. Планируется большой праздник, ведь в этот же день стартуют соревнования по боулингу, приуроченные Международному женскому дню. Анна Мусаликина, Надежда Трифонова, Денис Петров. Информационная программа «День».